Продолжая совещание радиостанции Вести плюс Луганск, телеканал Луганск 24 в студии, ведущий Ярослав Замета у нас в гостях. Дмитрий Владимирович Курбацкий, главный тренер футбольной команды спортивного клуба «Далевец» Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Добрый день. Добрый день. Так, так, так. Антон Константинович Лопаткин, старший тренер футбольной команды спортивного клуба «Далевец». Добрый день. Здравствуйте. А также капитан футбольной команды спортивного клуба «Далевец» Никита Герасименко. Добрый день. Что ж, чуть-чуть ближе к микрофону, не бойся, не сломаешь, все хорошо. Так, новыми победами похвастайтесь, потому что то, что было до этого, ну, прекрасное просто выступление в студенческой лиге, ну, я был потрясен. Что нового произошло? Да, ну, ничего, поехали, обыграли всех. И приехали в ранний чемпионов, да. Уже все? Да, уже все. Завершили чемпионы. Как дончане отыграли? Дончане заняли второе место, серебряные призеры. Шикарно, то есть мы вступили в состав Российской Федерации, поехали, всех обыграли. Да, мы в составе Российской Федерации обыграли и вышли в группу А. Мы вышли в высший дивизион национальной студенческой лиги по футболу. О, это прекрасно. А вот Донецкий Новочеркасс вошли в группу Б. Поэтому мы на ступенечку выше, мы в высшем дивизионе Российской Футбольной Лиги. Сколько было матчей в последнем круге? Три матча у нас во всех, в все круги, весь круг проходил в три матча. Соперник был первый тот, который нас обидел, это Новочеркасск. Взяли мы реланш, доказали, что это как бы была наша... Досадное недоразумение, да? Да, да, да. Но ничего, обыграли их. Обыграли мы потом Москву. И последняя была игра с Перми. То есть все три выигрыша. Но Пермики вроде как по предыдущим как раз результатам самые упорные были вроде как. Ну я скажу, это первый упорный результат. Был наша первая игра, когда сыграли 1-1. А вот выступление их в этом... У них был сдвоенный выезд. И как бы очень слабо. Очень слабо они выступили. Набрали там 1 очко, по-моему. То есть 1 ничья всего, да? Никита, впечатления от игры вообще не только от последнего круга, от всего вот этого турнира твоей. Впечатления просто великолепные. Чуть-чуть ближе к микрофону. Да, вот, да. Впечатления просто великолепные. Очень много эмоций. В первую очередь радостных. Мы очень рады, что выиграли студенскую лигу. Очень рады. Эмоции, я вам скажу, мы когда стали чемпионами досрочно, после игры с Москвой, мы даже не понимали, что мы стали чемпионами. То есть оно пришло через время. Но мы на следующий день проснулись, и уже как-то мы уже чувствовали, что мы уже чемпионы. Уже эмоции были. То есть как стали досрочно? Еще сколько-то игр было, что можно было не доигрывать? Еще оставалась одна игра с Пермью, да, в которой мы уже выходили в качестве чемпиона. Да, и мы вышли, обыграли 2-1. Было награждение. Подтвердить. Да, подтвердили. Да, там все не так было. Был еще один круг. То есть мы свою заканчивали. У нас игра одна стала с Пермью. Но после нас еще было 3 игры, которые уже не влияли на вас. Которые уже не влияли. Без нашего участия. И вот этот матч, который мы сырали с Москвой, и попутный результат после нас играла Новочеркасс и Пермь, да, по-моему, он решил исход нашего чемпионства. Как бы все снял. Все точки поставил над ей. Никита, что в будущем? Что для себя... Нет, значит, что для себя отметишь по ходу турнира? Где было хорошо? В каких моментах, по твоему личному ощущению, игры, как твои ребята? Где плохо? А потом мы спросим тренеров. Совпадает ли? В общем, я считаю, что мы очень хорошо выступили. Хорошо было во всех турах. Мы играли, когда трекер-тур был для нас, когда мы вступили в Новочеркасску и сыграли с Владикавказом 4-3. Вот это, наверное, был тот момент, когда у команды... Мы как проиграли 2-0 Новочеркасску, и было психологически много расстройства команды. И вот этот момент, я считаю, чтобы он самым тяжелым был во всем нашем чемпионате. Когда поражение от Новочеркасску. Поражение, а потом у нас была там победа очень тяжелая, что мы на последних минутах забили Владикавказу и выиграли 4-3. Ну, Владикавказ по предыдущим турам, это ребята, которые просто рвутся постоянно вперед. Я считаю, без защиты играют. И результат очень крупный. 5-4 или 3-4? 4-3. Мы вышли уже такими как расслабленными, я же говорю, морально немного подавленные. Да, вышли ребята, которые запасные. Ну, хоть его поиграть надо, что же. Да, была небольшая ротация. Некоторые игроки сыграли не на своих позициях. Но, слава богу, что выиграли. Хорошо. Рассказывайте, как так получилось, что позиции игрокам поменяли. Решили, что нужно с самих флангов играть. Не, на самом деле, это наша регулярная практика. Вот Дмитрий Владимирович часто тоже использует ее, чтобы... Ну, ребята, мы-то, в принципе, их видим только в тренировочном процессе. Игра здесь, в республике, у нас пока что мало. Вот. И, возможно, где-то игрок себя раскроет на новой позиции с лучшей стороны. Такое тоже бывало, в принципе. Вот. Даже атакующие игроки у нас играли в обороне довольно неплохо. Не взирая, конечно, на статус соперника, что он там был послабее. Но, тем не менее. Не, ну, если, собственно, Владикавказ все время несутся вперед, в защите не надо отрабатывать всеми. Я так понимаю. Конечно, конечно, да, однозначно. Ну, с такими командами играть, конечно, проще. Особенно это, если касается нас. У нас... Мы стараемся, по крайней мере, играть мяч, чтобы мяч у нас был под контролем. Вот. Играем высокий прессинг тоже. Выходим через передачи, через короткие передачи. Вот. И с такими командами играть, в принципе, нам проще. Это вот правильно сказал Никита. Нам... Почему такой счет был 4-3? Потому что мы просто недооценили. Ну, немножко расслабленные вышли. Думали, что все сейчас легко получится. А ребята вышли, да, на азарте. Они играли, у них получалось. Ну, бывают такие матчи, когда получается. Все у ворота идет, да? Да, да. Но, тем не менее, как-то вот все-таки наш опыт, наше мастерство сказалось в нашу пользу. Теперь планы будущие. Подготовка к следующему чемпионату. Да. Ну, пока, в принципе, мы это... Ну, так как... Не планировали, да, еще пока как-то все будет происходить. Вот. Но, конечно, это будет группа. Это будет уже на уровень выше. Даже на два уровня выше. В любом случае, нужно подготовиться. У нас впереди еще зимний период. Вот. Времени много. Я думаю, что мы с Дмитрием Владимировичем распишем программу. Мы все подготовимся. И, да, надеюсь, что первый сезон в группе «А» у нас тоже будет удачным. Но пока ребята отдыхают. До какого момента они идут? Нет, мы сейчас тренируемся. У нас... Мы отдохнули несколько дней. Ага. С сегодняшнего дня тренировочный процесс возобновился. Вот. Мы, не знаю, немножко приоткрою завесу, да. Мы планируем в декабре, в начале декабря, выехать в Патторию. На Кубок Содружества. Нас пригласили на Кубок Содружества. Да, официально президент Национальной студенческой футбольной лиги Стукалов нас пригласил на Кубок Содружества. Вот. Где будут участвовать 8 команд. ЛНР, ДНР, вот. Команды с Крыма, с Абхазии. Ну, это пока предварительно, да. Там, возможно, даже Запорожская область, Херсонская область. Возможно. Вот. И мы, конечно, остался... У нас остался месяц. Нужно подготовиться, чтобы и там удачно выступить. Соперники знакомы, незнакомые? Ну, дончане, скажем, знакомые. А кто еще знаком? Только пока дончане. Потому что крымские команды играют как раз-таки в группе «А», куда мы только вышли. И там, ну, уровень, по крайней мере, мы смотрим, да. Мы смотрели матчи. Там уровень на порядок выше, чем у нас. Поэтому нам будет вдвойне интереснее попробовать свои силы, вот. И как-то себя показать с наилучшей стороны. Поэтому месяц есть, будем готовиться. Что скажете по этому поводу? Что можно сказать? Предложения хорошие. Хорошие тем, что за нами смотрят. Нас приглашают. Рады видеть нас на любых соревнованиях. Чтобы команда показала, что она умеет играть в футбол. И не просто играть, а в интересные, зрелищные. Когда счет 4, 3, 5, 3, 5, 2. Разность голов, которые забиты. Это всегда приятно. Когда 0, 0, 1, 0. Да, это бывают такие встречи. Но скажу, что вот подготовочный процесс, особенно зимой, очень сложный. Найти поле, да, где можно тренироваться с нашими погодными условиями. Плюс залы. Потом выезжать на открытое поле. Нет у нас пока студенческого городка спортивного своего поля. Поэтому очень сложно. Ну, знаете, у нас тут очень интересные новости приходят. Москвичи говорят, они их авангард переделывать будут. Ну, авангард это авангардом. Да, это наш центр и земчужина. Но в каждом, вот мы сейчас общаемся с преподавателями, с тренерами, со всех других университетов. У них в каждом городе есть свой, в каждом институте есть свой спортивный городок. Есть одно поле, есть два поля, есть бассейны, есть катки, ледовые арены. Это все есть. У них инфракультура спортивная очень хорошо развита. У нас пока мы, спасибо большое тем людям, которые нам и предоставляют это все, на базе их, мы подготовились. И мы, ну, хотелось бы иметь свое, чтобы мы не просили, не ходили, чтобы у нас было. Надо нам, мы тренируемся там столько дней, сколько нам нужно. Утром и вечером. Чтобы мы были во всеоружии. А пока этого не получается. Вот сложность в чем. Ну, ничего, я думаю, просто придет и к этому времени. У нас ведь прекрасный стадион возле, точнее, не стадион, котлован такой, да, рядом со спортивным корпусом. Там раньше действительно было, ну, луганская Ника, мы ее тоже не будем забывать, да, все-таки там софтбол просто так. Ну, не просто так там софтбол, софтбол. Там еще заря во второй лиге тренировалось, там было хорошее поле. Там очень много, да. Плюсы, там ведь и асфальтом много закатано, можно что-то с этим поменять, да. Там все-таки ребята играют в волейбол, когда, ну, я живу рядом, я прохожу, смотрю, когда играет как-то в волейбол, играть на асфальте, ну, некомфортно, мягко говоря, да. То есть там и не попадаешь, и нет. И, в принципе, есть над чем работать, есть что приводить. Ну, забегу вперед чуть-чуть, Перевальск, пожалуйста, три месяца, стадион почти готов в полях. Сделали, захотели, вложили, сделали. Приятно смотреть. Да, теперь и зимой, и летом, пожалуйста, и взрослые, и дети занимаются, будут, и прекрасные условия. Вообще, только и радуются, мы рады за них, да, ну, и в дальнейшем мечтаем, чтобы у нас-то было. Ну, всему свое время, я уверен, действительно, что всему свое время, и тем более, что у нас есть команда, которая очень хорошо себя показывает. Кстати, Костяк давно сформирован уже, команды? Ну, это студенческая лига, здесь нету и Костяка. Ну, мало ли, там с первого курса по пятый, четыре года пашут. Ну, нет, мы только собрались четыре года назад, мы в прошлом году только бронзовые призеры стали, а в этом году у нас 13 человек новых и поступило. А, то есть лавка длинная? Ну, и да, у нас в заявке 32 человека, так что есть кого выбирать и есть над чем работать. Второй состав не думаете собирать? Так, у нас один состав. Нет, я говорю, второй состав не думаете собирать, если с таким количеством желающих. Да, да, мы думали об этом, поэтому этот же чемпионат был как бы для нас пробным, дебютным, да, мы посмотрели, там посмотрим, Кубок Содружеского плюс студенческая лига, вот, чтобы все могли поиграть и все могли отдохнуть. Ну, да, вот у нас наши ребята уже в группу А, вот здесь на это место придут новые. Конечно, совершенно верно. В Крымской команде так и есть, у них есть первая команда в группе А, и вот вторая команда играет в группе Г даже. Вот. Да, да, две команды там участвуют. Вполне, да. Поэтому, я говорю, есть, особенно если после успехов ребят наших сейчас, я думаю, желающих пополнить ряды спортивного клуба «Далевиц» будет немало. Так что, почему нет, почему не собрать? Да, у ребят... Я прекрасно понимаю, что все упирается в финансирование всегда, да, опять же, тренировочная база, мы сейчас о ней говорим, что нужна тренировочная база. Для одного состава тяжело найти базу, для двух составов, ну, нужно вдвое больше, ну, я все прекрасно понимаю. Я очень надеюсь, что будет такая возможность в ближайшее время тренировать. Это же очень хорошо, что ребята сами тянутся в спорт, и вот, как говорится, 32 человека взаимки, ну, это же хорошо. А вы знаете, что хорошо? Что есть сейчас промежуточное звено между теми детьми, которые заканчивают школу, и теми командами, которые, ну, профессионалы раньше были, или сейчас, ну, которые уже берут на зарплаты, на это. А вот промежуточного звена между школой и этой командой, его не было. Ну, вот сейчас... А вот сейчас у нас, да, студенческая лига, в которой ребята могут и учиться, и тренироваться, и играть. Это промежуточное звено, где можно еще окрепнуть, где можно получить опыт, и тогда уже, пожалуйста. Да, и где хэдхантеры могут посидеть, посмотреть, кого они себе хотят забрать. Как пример, да, нашего нападающего, Виталия Карпенко, там уже всех на слуху. Вот, ну, лучший бомбардир нашей команды разделил первое место в бомбардирах с Донецкой, ну, с нападающими с Донецкой. Тоже вот мы, вот Дмитрий Владимирович не даст мне соврать, после каждого матча о нем говорят постоянно другие соперники. Соперники, тренеры других команд, там вообще судьи даже отмечают, что вот, Карпенко, Карпенко, везде он на слуху. А сейчас группа А, а там уже будут, дай бог, какие-то, может быть, скауты, может быть, какие-то агентские. Силиционеры, да, смотрят. Почему бы и нет? Пожалуйста, вот, игрок себя показал с лучшей стороны, вполне возможно, это будет его как раз путь в большой футбол. И нам будет вдвойне приятно, что наш игрок, вот, который начинал у нас, учился у нас, он в итоге где-то вот, он заиграет. Ну, конечно же, прекрасно. Я только, да, то, чтобы футбол был как бы все-таки... Не, не, чтобы национальная сборная, она была национальная сборная, и я абсолютно не против ребят, которые приезжают к нам, ну, и вот сборная России, Марио Франандес, ну, приехал из Бразилии, получил российское гражданство, играет за Россию, прекрасно играет. Это, ну, я, я когда наблюдаю, ну, мне действительно, я с удовольствием смотрю. Ну, хорошо бы, чтобы мы своих выращивали, да. Для того, чтобы мы прекрасно знаем, что есть понятие бразильский футбол, английский футбол, немецкий футбол, даже голландский есть. Русский нужен футбол. Есть луганский футбол, вы посмотрите, сколько звезд было, с какого поколения, от Заварова до нынешнего. Симак, Юран, да. И сейчас они работают и в качестве тренеров, так что я скажу, луганский футбол навсегда и на слуху. — Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, нашими гостями были Дмитрий Владимирович Курбацкий, главный тренер футбольной команды спортивного клуба «Далевец» Луганского государственного университета имени Владимира Даля, Антон Константинович Лопаткин, старший тренер футбольной команды спортивного клуба «Далевец», а также Никита Герасименко, уже чемпион студенческой лиги, капитан футбольной команды спортивного клуба «Далевец». Побед вам. — Спасибо. — Спасибо большое. — Поменьше травм, это самое главное. Чем меньше травм, тем дольше карьера спортивная. Мы уходим на небольшую паузу и продолжим наше вещание.